Планирование максимальных доходов в фаберлик от структуры. Очень хороший слоган, который я хочу, чтобы вы взяли себе на заметку. Дорога в будущее зависит от принятых побои решений сегодня. Как много лет назад я приняла решение все-таки прийти в компанию, за что огромное спасибо наставнику, убедила она меня. Потом приняла решение именно работать, именно двигаться дальше, строить бизнес. Меня спрашивают, есть ли запись? Да, запись есть, она стоит. Не мешайте мне, кто мне пишет. Итак, двигаемся с вами и сегодня мы будем с вами рассматривать несколько направлений, какие есть в компании фаберлик. Итак, следующий ролик. Очень важно для себя принять решение. Это самый важный фактор для того, чтобы вы начали развиваться и расти. По-другому его называют самоопределение. Без самоопределения, без принятия решения сегодня двигаться вперед, вы никогда не увидите будущего. Очень часто, приходя в структуру ко мне консультанты, не только ко мне, я думаю, что у вас такие ситуации тоже есть, которые имеют заблуждение и мифы об сетевой маркетинге, об MLM. Многие говорят, ничего не надо будет делать, это же не серьезный бизнес, не надо продавать. Один раз вложил и все, то есть один раз заказ сделать достаточно. За меня все сделают, им же это выгодно, у них есть я. Вот картинка такая, которую я нашла, я думаю, вы посмотрите и улыбнетесь. Потому что на самом деле, любое дело, любой бизнес, это бизнес, это дело постоянно, особенно в сетевом. Если вы не будете делать действия, о чем говорил Брайан Трейси, то никакого результата у вас не будет. Но такие заблуждения существуют, поэтому, пожалуйста, говорите своим консультантам, что это неверно. Без действий не будет никакого движения. Серьезный бизнес, это серьезный доход. Там закрыто это название, но на самом деле сетевой, это серьезный доход, если вы воспринимаете свою деятельность, как серьезный бизнес. Давайте посмотрим несколько моментов, что такое бизнес Фаберлик. Это ваше предприятие. Конечно же, это образ. Если вы воспринимаете свою структуру и свою деятельность, как предприятие, для кого-то это как магазин. Для кого-то это как завод, а для кого-то это консалтинговая компания, более серьезный подход. Тогда однозначно серьезный доход вас ожидает. И запомните, именно вы являетесь руководителем вашего предприятия. Не Алексей Геннадьевич, не Чаев, и не ваш наставник, и не ваш директор. Они не являются руководителями вашего предприятия. Если ваши наставники станут руководителями вашего предприятия, и вы не включитесь в этот процесс, то это их будет предприятие. Только от ваших личных определенных действий зависит, куда вы будете двигаться и насколько вы начнете развиваться и расти. И вы определяете стратегию развития и роста доходов на вашем предприятии. Знаете как, почему я взяла картинку дома? Потому что на самом деле наша структура, наша сеть, это своего рода построение дома. Ведь можно построить маленький домик на земле, земляночку. А можно построить высоченный, шикарный, с несколькими колоннами. Можно построить многоэтажный дом. Можно построить вообще сеть домов. Вот задумайтесь, ваша структура это дом или это хаотичные какие-то действия. Вы к своей структуре относитесь как к построению дома. Что такое построение дома? Благодарна Светлане Заварухиной много лет назад, она сказала для меня шикарную фразу, которая работает до сих пор. Представь, что ты строишь дом. Если ты строишь дом, то вначале, простите, то вначале ты вырываешь, роешь котлован, чтобы твой дом стоял твердо на ногах, чтобы он не упал, чтобы его не снесло ветром, чтобы никакие катаклизмы не повлияли. Котлован вначале, а потом выстраивается фундамент. Это абсолютно верно. В этот котлован строится фундамент, заливается там специальными средствами и материалами. И только после этого начинается движение. После этого начинается по кирпичику или панельными блоками, или металлическими сваями. Укрепляется этот дом. Если вы на свою структуру посмотрите, то вы должны понять, есть ли у вас фундамент для вашей структуры. Укрепили ли вы этот фундамент определенными действиями. Наполнили ли вы обучением, ресурсами своей структуры. И выстраиваете ли вы по кирпичику или вы скачете. Это очень важный фактор. Прежде чем приступать именно к серьезной деятельности, к серьезному бизнесу, обязательно необходимо посмотреть, как выглядит ваш дом. Что он делает, какой он будет, какой он будет внутри, какой он будет снаружи, кто будет в нем жить, на каких этажах, что будет происходить. Когда вы это рассмотрите, тогда вам проще будет двигаться. У вас будет уже определенный проект и определенный план, по которому вы начнете двигаться. И давайте мы двинемся к следующему слайду. Определите стоимость ваших целей. Начните с этого. Потому что многие говорят, я не могу построить шикарный дом, я не могу построить шикарную структуру, потому что у меня недостаточно средств. Надо исходить не из того, сколько у вас сейчас средств, а нужно исходить из того, какие у вас цели. Настолько ли они глобальны, настолько ли они необходимы. Светлана Заварухина давала шикарную тему по постановке целей. Кто был, поменяется. Сейчас терпение. Светлана Заварухина говорила о постановке целях. И шикарную эту тему, кто посещал. Огромное спасибо вам, потому что, думаю, вам было интересно и важно это. Смотрите, определите, чего хотите именно вы. И именно на что вам нужны деньги. Возьмите сейчас листок и ручку и запишите. Определите, чего именно вы хотите. Видите картинка? Семья. Если у вас есть семья, определите, что необходимо в вашей семье. Что экстренно важно. Что необходимо. То, что будет вас мотивировать. Сормируйте из этих целей, сколько и когда. То есть, сколько стоят эти цели. И когда это необходимо вам срочно. Если вы будете писать маленькие цели, то они вас не будут мотивировать. Ну, подумаешь, сапоги не поменяли. Ну, подумаешь, новые сережки не купили. Определите те цели, которые будут горло передавливать. Я не просто так это говорю. Тогда вы будете уже выстраивать именно свою стратегию развития вашей структуры и доходов. Это мне давало много лет Светлана Заварухина, когда я бодалась и говорила, да неправда, да у меня не получится. Да у меня не хватает денег, да мне плохо. Да мне нужно и то, и другое. И дети растут. И я плакалась ей в жилетку, она говорила, сделай так, просто сделай, просто доверься. Вот вам сейчас говорю, просто доверьтесь. Потому что это на самом деле дает результат. Определите стратегию развития своей структуры. Мы об этом будем говорить дальше. Сформируйте задачи, действия и план развития, который вам необходим. Дальше. Анализируйте и контролируйте движения по этому плану. Это очень важный фактор. Купить новое, это, ну, я согласна. Но иногда, знаете, когда, хорошо, приведу такой пример. Когда много лет назад мои дети были маленькими, мои сыновья, сейчас их многие знают, братья курячие. Они были крошечными. И я всегда мечтала им покупать фрукты и овощи. И я шла по улице, видела, как покупают фрукты и овощи бабушки, как они выбирают. Меня тогда так это задело. И я подумала, вот я строю бизнес. И я не зарабатываю денег. То есть я зарабатываю, а их мне хватает, вот, ну, вот нам на семью хватает на то, на сё, покушать. Я даже не могу позволить купить фрукты своим сыновьям. Меня так это задело. Вот именно тогда было реальное решение. И у меня тогда сапоги были, которые нужно было менять. Им было 10 лет. И одеть было много чего нечего. Но меня задело именно это. И у каждого из вас есть такие моменты, где горло пережимает. Поэтому обязательно подумайте об этом. А переходим дальше. Анализируйте и контролируйте движения по этому плану, который вы составите. Меняйте техники и методы. Потому что если у вас какой-то метод не работает, не надо его упорно двигаться. Попробуйте другой метод. Если эта техника не срабатывает, попробуйте другую технику. Потому что важно не только отработать технику и метод, а важно, чтобы техника и метод приносили вам результат. Чтобы это действительно приводило к высоким доходам от вашей деятельности. Будьте гибкими, если это будет необходимо. Иногда бывают ситуации, когда мы вступаем на какой-то путь, рискуем, и мы понимаем, что риск был неоправдан. Если вы понимаете, что этот риск не рентабелен, подумайте, что вы можете изменить в этом. Приведу пример, чтобы вам, может быть, легче было ориентироваться. Два года назад я открыла два агентских пункта. Ну, нет, один у меня давно, второй открыла. И я думала, что все прекрасно и все будет двигаться. Причем очень много было желающих. Но то ли место было не то, то ли люди были не подкованы в этом месте. Может быть, я что-то не так делала. Не в этом дело. Важно другое. В течение восьми месяцев я не просто не пришла в прибыль, а я заплатила более двухсот тысяч рублей в минус. Секунду, простите, пожалуйста. Беру сейчас. Меня слышно? Если слышно, поставьте плюсики. У меня слышно? Поставьте плюсики, чтобы я понимала. Коллеги. Да, все, замечательно. Итак, в тот момент произошла ситуация, когда я просто просчитала рентабельность и нерентабельность своего бизнеса. Я просчитала именно, что мне нужно сделать. Я поняла, что я ничего не потеряю от того, что я закрою второй агентский пункт. Я наоборот приумножу первый агентский пункт и намного больше смогу сделать для консультантов, которые обслуживаются на этом агентском пункте. Поэтому держите всегда курс на свою цель. Итак, давайте двигаемся дальше. Смотрите, в компании Фаберлик существует несколько вообще видов дохода. Я о них не буду рассказывать. Наши коллеги замечательно давали эту тему. И не один даже человек, очень многие. Ирина сажала прекрасную тему, давала именно какие виды дохода есть. Я не буду на этом акцентировать внимание. Я вам покажу несколько стратегий, которые я определила и обобщила в движении в компании Фаберлик. Первая стратегия – это структура потребительской сети. Я называю это магазин на дому, потому что большая часть коллег в этой структуре просто пользуются. Там есть хорошие продавцы, но большая часть – это конкретно потребители. Вторая стратегия развития структуры – это лидерская структура. Обычно создаются лидерские конкретные структуры для того, чтобы добиться быстро квалификационного роста. Для того, чтобы очень быстро вырасти по квалификации. И это вторая стратегия. Третья стратегия. Записывайте, пожалуйста. Вот вы видите, пока я говорю, записывайте. Третья стратегия. Я называю ее комбинированная структура. Это сеть и потребителей, и продавцов, естественно, и сеть лидеров, конкретных лидеров. Это когда смешанная структура. И четвертая стратегия. Это развитие предпринимательской сети. Это когда приходят конкретные партнеры, руководители. И дополнительно потом они открывают еще агентские пункты. Очень важно для себя определить ту стратегию развития, которая для вас близка. Потому что если то, что для вас очень близко, вам гораздо проще будет это дело. То, что для вас актуально, и то, что для вас принесет определенный доход, который необходим для ваших целей, именно эта стратегия даст вам шикарный результат. Давайте рассмотрим, чем отличаются стратегии, чтобы вам легче было ориентироваться. Структура потребителей. Цель этой структуры – большая сеть потребителей. То есть, чем больше, тем лучше. Копай глубже, кидай дальше. Вообще, обычно эта структура очень дружная, веселая, жизнерадостная. Там очень много общения. И я, знаете, как слоган, что ли, для этой структуры создала. Нам хорошо вместе. И на самом деле, у меня долгое время была структура потребителей. И нам на самом деле было хорошо вместе. Мы общались, мы встречались, мы тусовались. То есть, нам было шикарно вместе. Задача у этой структуры – чем больше структура, тем больше доход. Доход – именно объемная скидка за товарооборот структуры, за объемы структуры. Что это значит? Значит, вот смотрите, я не стала писать цифры, но я вам пример приведу. Если 3 тысячи, то обычно за такую структуру вы можете получать около 40-42 тысяч рублей каждые 3 недели. Если это будет 5 тысяч, то это будет совершенно другой доход. Вы там уже выходите на квалификацию старшего директора, и у вас получается, что у вас просто вроде бы структура потребительская, вроде вы не делаете квалификацию, вроде бы в квалификации старшего директора, но ваш доход очень высок. Но здесь есть и свои подводные камни в этой структуре. Если бы не так было бы все хорошо, но если бы не было моментов плохих. Потому что именно эту структуру нужно постоянно приводить новых и новых, и все больше и больше, и больше и большее количество. Это постоянная должна быть мотивация и стимуляция, это постоянные подарки, это постоянные приглашения на мероприятия, это вы должны быть, жить, это ваша семья, структура потребителей, это ваши любимые клиенты, как я их называю. И каждый клиент, привилегированный покупатель требует к себе особого внимания. И на определенный момент, чем больше становится ваша структура такая, тем больше у вас наступает момент выгорания. С одной стороны, вы получаете высокие доходы, с другой стороны, ваша усталость перерастает в непонятный момент. Очень много лет у меня структура была именно такая, и в какой-то момент я хотела просто все бросить, хотя я вроде бы получала деньги. Смотрите, что необходимо для этой структуры? Это здесь обучение по продукту в основном идут, обязательно мероприятия, и очень хорошо работает клубная деятельность. Если вы выберете именно такую стратегию, то обязательно вы должны делать акценты на этом движении и на этом развитии. Если вы не будете делать обучение и не будете никаких мероприятий проводить, ваша структура развалится. И какой бы вы доход высокий не получали, имейте в виду, структура строится хаотично, не имея конкретных границ. Я имела в виду, что меня спрашивают очень многие, как лучше выстраивать структуру, в ширину или в глубину. Вот здесь, если даже есть глубина, то она не очень эффективна, потому что первая линия обычно потребители. И обычно первая линия людей, это не лидерский корпус, и они обычно не отрабатывают второе, третье и пятое свое поколение. Здесь акцент идет именно на розыгрыши, на обучение, на мероприятия и на многие, на многие такие вот веселые штучки. Эта структура может как быстро вырасти, точно так же очень может быстро и упасть. У этой структуры есть сезонность, потому что есть и праздники, она растет. Если, например, лето, то эта вся структура уезжает куда-то в отпуск, уезжает на какие-то свои огороды и на озера. И тогда объем обычно падает. Если у вас структура потребителей, задумайтесь. Или настройте постоянный приход новых и новых потребителей. Давайте рассмотрим следующий этап. Я не хотела бы никого обидеть, но у меня вопрос, если есть такая возможность, у кого звука нет? У всех звука нет или только у Южноуральска? Поставьте плюсики, есть звук или нет. Все, спасибо. У меня к вам просьба. Если вы, конечно, стесняетесь, можете не ставить. Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, у кого потребительская структура. Если вы не стесняетесь, я жду, у кого структура потребителя. Поставьте восклицательный знак. Если у вас еще нет структуры, не ставьте ничего. Спасибо вам большое. Спасибо. Почему спросила? Пожалуйста, обратите внимание. Сейчас вы работаете на свой доход. На увеличение своей объемной скидки. И запомните в другой момент. В определенный момент или будет момент выгорания, или будет момент, что ваша структура может упасть. Поэтому обязательно задумайтесь и о других стратегиях. Итак, давайте с вами рассмотрим стратегию лидерскую. Цель – это именно карьерный рост. Это именно статус. Здесь есть огромное преимущество, потому что люди, которые быстро растут, которые открывают квалификацию за квалификацией, они собирают все бонусы, и им просто как в копилочку капает. Бонус квалификационный, бонус развития, бонус стабильности, бонус материнства, бонус быстрый старт, директорские бонусы, прямо один за другим. И много-много-много-много разных бонусов. Если вы выбираете эту стратегию, то вам необходимо обязательно для себя понять, что здесь задача самая важная – это поиск именно партнеров, тех людей, с которыми вы будете строить бизнес. Если вы не будете размениваться на всех остальных, то именно карьерный рост и статус вы быстро не достигнете. И тогда вы будете в постоянном поиске. Поэтому акцент на партнерство. И обязательно акцент на доведение их до квалификации. Есть здесь также своего рода плюсы и есть своего рода минусы. Какие есть плюсы? Плюс, если вы растете и открываете квалификацию или каждый период, или через несколько периодов, если у вас несколько, по-другому скажу, если у вас несколько квалификаций в год, значит вы на правильном пути. Значит ваш доход будет постоянно расти. Если у вас не будет несколько квалификаций в год, то у вас есть определенный момент минуса. Потому что здесь обычно в лидерских структурах маленькая личная группа. Потому что развитие идет только на партнерство, а не на развитие личной группы. И поэтому доход от бокового объема происходит маленький. Вот здесь очень важно учитывать, что минимальный объем у каждой квалификации существует. Минимальный личный объем обязателен для получения доходов. Имейте в виду, для того, чтобы получать бонусы от компании, вам необходимо делать 100 баллов. Не 50, как для объемной скидки, а 100. Но если вы не будете делать 100 баллов, то бонусы квалификационные вы не будете получать. Поэтому начинайте сразу себя приучать самостоятельно делать 100 баллов. Это уже ваше дело. Может быть вы будете инвестировать в свои 100 баллов. То есть, знаете как, бизнесмен, когда приходит, он инвестирует намного больше. Вы намного больше получите, если вы начнете строить именно структуры. 3 умножить на 3 умножить на 3 умножить на 3 и каждый делает по 100. Или 5 на 5 на 5 и каждый делает по 100. 6 на 6 на 6 и делает по 100. Но имейте в виду, боковой объем обязательно должен быть. На каждой квалификации определенный. Если, например, у квалификации старшего директора минимальный 2 тысячи. Если серебряный, это полторы. И так далее. Это есть в маркетинг плане, я это объяснять не буду, потому что у нас время ограничено. Боковой объем. Если вы его не выполняете, значит вы не получаете бонусы за свои директорские, за своих директоров. Поэтому здесь обязательно акцент на личный объем, акцент на боковой, на объем личной группы. И обязательно акцент постоянно на развитие и доведение партнера до квалификации. Это обязательно, когда приходит к вам партнер, составление с ним бизнес-плана, именно роста его. И именно стратегии его развития. Вы выбираете ту стратегию, которая приемлема ему. Если вы будете авторитарно указывать своему лидеру, как ему расти, то не факт, что он вырастет. Вы можете предложить ему несколько вариантов, но это мое мнение. Простите меня, господа директора и наставники, может быть, я здесь не права. Вы, может быть, строите свои структуры немножко по-другому. Это мое личное мнение, я придерживаюсь его. Так, я предлагаю своим лидерам несколько стратегий. Они уже самостоятельно выбирают, какая стратегия для них более приемлема. Итак, составление бизнес-плана, роста. Второе. Обязательно организация и управление их деятельностью. Здесь вы, как наставник, вы не должны копаться в их структурах. Вы не должны очень много уделять внимания в глубину. Вы помогаете морально, вы направляете физически, вы объясняете, вы управляете. Только тогда у вас будет несколько квалификаций за год. Если вы будете схватить из одного и начнете из другого, то вы просто опять можете погрязнуть в глубине, в развитии, и лидерская структура, как такова, цель не будет достигнута. Обязательные совещания, обязательные конференции, обязательно командное взаимодействие. Тогда вам будет легче расти и двигаться вперед. Если вы будете передавать эту стратегию вашим лидерам, партнерам, и научите их передавать в глубину, то значит, тогда начнется процесс дубликации. Знаете, как есть такая фраза, тренера тренирующих тренеров. То есть вы тренируете партнеров, они тренируют своих партнеров, те тренируют своих партнеров. Тогда произойдет процесс именно развития, дубликации, повторения конкретных действий. Обязательно контроль объемов еженедельно и ежеперидно. Можно это делать каждый день. Это даже прекрасно, если вы каждый день будете это делать. Но в любом случае, не меньше одного раза в неделю вы должны проконтролировать. И обязательно каждый период вы должны подводить итоги, анализировать обязательно со своим партнером, что происходит и как двигаться дальше. Сильные лидеры, которые строят карьерный рост, вы знаете их очень многих, это Мельниковы, они рассказывали, как они вообще приезжают на три месяца в какую-то страну или в какой-то город, и три месяца они работают с конкретными партнерами. Они конкретно говорят, если человек пришел пользоваться, они говорят, это не к нам, нам необходимо шесть партнеров. Поэтому подумайте, какова будет ваша стратегия, именно если вы выбираете лидерскую структуру. Потому что акцент здесь ставится только на результат, именно на достижение результата. А вот какие группки будут у вас, вот там может быть разное. У кого-то будет процесс движения более длительный, ну потихонечку, ну не успевают они. У кого-то будет более усиленный, то есть шесть, 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 постой, 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 и они двинутся. Вот здесь могут быть абсолютно разные стратегии движения и стратегии роста. Итак, поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, так, не восклицательные, поставьте, пожалуйста, звездочку. У кого лидерские структуры? Я вам буду очень благодарна. Поставьте, у кого лидерские структуры или кто взял именно акцент на построении лидерских структур. Отлично, спасибо. Огромное спасибо вам. Спасибо. Так, двигаемся дальше. Рассматриваем третью стратегию, которую я назвала комбинированная структура. Здесь цель это создание большой базы сети. Тут постоянный, конечно, приход количества новых консультантов. Но, в отличие от потребительской сети, здесь привод идет именно на разные целевые группы. Важная цель создать большую базу сети. Здесь доход идет и от структуры высокий, если правильно она выстроена, и, естественно, бонусы за квалификационные. Но подниматься быстро по карьерной лестнице в этой стратегии сложновато. Потому что здесь постоянно нужно удерживать баланс, чтобы объем личной группы и групповой объем лидеров был практически 50 на 50. Но, может быть, меньше немножко будет объем личной группы. Но здесь больше делается акцент на доход. Это для тех стратегий, у кого проблемы сейчас с деньгами. И для тех, кто пришел строить бизнес и готов, ему нужны много денег, и он готов некоторое время подождать и получать именно не только бонусы, но и еще от структуры. Итак, в команду приглашаются все целевые группы, то есть и потребители, привилегированные покупатели, и продавцы. Это специальные приглашения. И лидеры, и партнеры, и бизнесмены, и предприниматели. То есть здесь выстраивается структура разных целевых групп. И акцент делается именно на это. Потом происходит выявление лидеров и перевод их в разряд партнеров. То есть мы очень, я объясню, почему выявление. Потому что очень часто приглашаешь людей на позицию партнера. Человек заявляется, но не всегда справляется, может быть, со своим эмоциональным характером. Может быть, не справляется со скоростью движения. Но не всегда тот лидер и партнер, который заявился. Очень часто приходит простой потребитель, и вдруг он проявляется, и начинает расти гораздо быстрее. Тот, от кого абсолютно вы можете не ожидать. Ну, вот, пример, это я такая. Я пришла вот вообще не... Я, да, я была лидером, но мне бизнес сетевой, да это несерьезно. Да зачем мне это надо? Я проявилась позже. И вот именно в этой структуре, в такой, могут появиться лидеры позже. Здесь обязательно обучение, обязательно мотивация, планирование объемов. Но они должны быть обязательно конкретно распределены по целевым группам. Если вы потребителю начнете, человеку, который пришел пользоваться, начнете давать стратегии, какие-то планирования, сколько он новичков должен привезти, сколько он должен групповой объем сделать, он просто от вас убежит. Поэтому здесь идет распределение именно по целевым группам. Здесь предоставляется возможность самого консультанта самоопределиться. Вот здесь, в этой комбинированной структуре это очень важно. Если вы здесь не предоставляете возможность самоопределения, то можете потерять очень многие. Но, вот те, кто самоопределились и вам заявились, вот я хочу, я хочу быть партнером, я хочу быть лидером, или я хочу продавать, или я буду только пользоваться. Тогда вот конкретно в этой ситуации вы составляете индивидуальный бизнес-план и обязательно контролируете движение людей, ваших консультантов по этому конкретному плану. Здесь больше работа уделяется индивидуальному, каждому. Акцент идет на профессионализм, на обучение больше и на стабильный рост. Я не написала, здесь знаете как, написала стабильный рост, но когда создавала эту презентацию, я понимала, я хотела написать укрепление позиций, потому что здесь происходит, что вы всегда держитесь на плаву. То есть вы как наставник, как лидер, у вас всегда есть база, откуда взять новых лидеров, это раз. Второе, вы никогда не упадете, объем вашей личной группы всегда вам позволит получать и бонусы, и доходы. И здесь есть такой момент именно стабилизации. Хотя говорят, что сетевом иногда сложно выровнять стабилизацию, вот эта структура дает стабильную или стабилизацию, или стабильный рост больше, если вы действительно будете работать по целевым группам. Если есть такие, у кого такая структура, пожалуйста, поставьте мне значок, например, плюсик, нет, равно, поставьте значок равно, если вы готовы с нами поделиться, что у вас такая структура, или вы выбрали именно стратегию этого движения. Равно, поставьте, у кого есть такое. Я одна? А, есть, ага, спасибо большое. Спасибо большое. Я вам показываю стратегии, я вам не говорю, что то или другое, плохо или хорошо. Каждый из вас должен выбрать именно ту стратегию, которая, я скажу, комфортна для вас. Может быть, слово комфорт плохо сетевом, но если вам комфортно, неспособно, спать до пяти утра, и вы понимаете, что вам это интересно, и вы это делаете ради своего будущего, и вы четко понимаете, на что вы потратите эти деньги, которые придут вам именно от развития такой структуры, то тогда, знаете как, комфорт здесь приемлем. Слово комфорт. Итак, давайте посмотрим четвертую стратегию, которая более глобальная и более такая направленная. Назвала я ее предпринимательской сетью. Цель – это освоение регионов, стран и разных городов. Это создание международной сети. Здесь получается и доход от структуры, и доход в бонусах от компании, и прибавляется еще доход от агентских пунктов. Первоначально этот доход находится у наставника, который открывает агентские пункты, а потом этот доход переходит в вашим партнерам, которые начинают двигаться и принимают именно агентские пункты для себя, и начинают там уже быть хозяевами. Ну, хозяевы в кавычках, нет, не в кавычках, они становятся действительно хозяевами этого предприятия, и именно развитие агентского пункта берут на себя. Задачи. Создание ключевых мест. Ваша задача, если вы ставите стратегию именно такой сети, ваша задача – создание ключевых мест для развития лидера и его структуры. Это открытие агентских пунктов как инструмент для роста. Это как опыт Руслана Ситумира, я не помню, у него 38 агентских пунктов открыты. Я знаю, что сейчас Светлана Устратова в этом направлении пошла, и она уже для новых подкрывала 5 новых агентских пунктов в разных городах. Я прям очень хочу, чтобы Светлана потом с нами поделилась, как этот опыт у нее работает, потому что у меня есть такая мечта, но пока мы еще с моей командой не запланировали такие открытия. Хотя это в перспективе, потому что международный бизнес мы уже строим. Что необходимо здесь делать? Это поиск потенциальных партнеров с бизнес-мышлением, потому что вы начнете уже под лидера, и сам лидер на этой территории начнет развивать именно свой бизнес. Вы будете только, знаете как, помогать ему на расстоянии, где-то поддерживать, где-то помогать, где-то объяснять, где-то организовывать вначале и управлять. Сейчас руководить сложнее такими людьми гораздо проще именно создать ресурс для этих людей, а потом уже, чтобы у них была возможность достижения своего результата на этой территории. Когда вы начнете это делать, если вы выберете эту стратегию, то обязательно территориально выявите белые пятна, потому что если вы начнете развитие, как я открыла агентский пункт в том месте, где было уже, как говорится, она не то, что занята территория, но там люди привыкли к определенному агентскому пункту. И хоть мы были далеко друг от друга, они все, они уже там, они уже привыкли, они уже любят нас, держатели агентского пункта, и им не интересно что-то, переходить куда-то в другое место. Поэтому если это чистое белое пятно, то это, вы просто можете стать монополистом этой территории, действительно, ваше развитие очень быстро начнет усиливаться, и ваш лидер начнет очень быстро развиваться. Обязательно организация управления деятельностью на этой территории, от вас очень много будет зависеть, это и онлайн, и приезд туда, и обязательно отработка, как делают это Мельниковы. Создание, и так же, как очень многие лидеры, как Светлана Заварухина в Казахстане, у нее есть там территория, она туда приезжает, как многие делают, только просто кто-то делает на маленьких территориях, а кто-то именно развивает страну. Итак, создание ресурса для обучения и для развития компетенций. Если там занята территориями агентским пунктом, то обязательно именно выстраивание коммуникации с держателями агентских пунктов, обязательно выстраивание коммуникации с людьми, которые лидеры, и совместные действия, чтобы в поддержку друг другу, тогда ваши лидеры начнут там развиваться и начнут расти. Или онлайн-проекты, которые помогут вашим людям именно развиваться именно в онлайн-пространстве. Здесь создание бизнес-проектов необходимо с ключевыми партнерами, и акцент идет на развитие самостоятельного, сильного партнера. Если не будет самостоятельный, сильный партнер, то ему будет очень сложно развиваться. Поэтому в самом начале я и сказала, что обязательно должно быть бизнес-мышление, и именно человек, который может предпринимательски мыслить. Что такое предприниматель? Это тот человек, который помимо того, чему его учит наставник, сам находит дополнительные ресурсы, как сделать лучше, как добиться большего, как достичь результата. Поставьте, пожалуйста, мне восклицательные знаки, по два восклицательных знака, кто уже находится на этой стратегии развития. Мне осталось немножко, извините, что задержала, скоро я закончу мое обучение. Поставьте два восклицательных знака, кто находится на этой стратегии развития. Не вижу. Хорошо, скажу по-другому. Поставьте два восклицательных знака, как то, вижу, Светлана, Умница, Кулешова, Елена. Поставьте еще два восклицательных знака, кто планирует такую деятельность в своем развитии. Поставьте два восклицательных знака. Я десять восклицательных ставлю, потому что это для меня эталон действия. Это то, к чему я стремлюсь. Это то, что может дать максимальное, масштабное развитие не только построения одного дома, а это построение городов, стран, предприятий на этих территориях. Поэтому это будущее, которое может дать вам максимальный доход, достижение. Итак, давайте посмотрим, что вам необходимо сделать. И запишите это себе, пожалуйста. Вот сейчас есть ситуация на настоящий момент у каждого из вас. Определите для себя, какой стратегии вы придерживаетесь. Сейчас мы ставили плюсики, но все-таки для себя запишите. Второе. Выберите ту стратегию роста, которая максимально решит ваши задачи и приведет к реализации ваших целей. Если сейчас вы не поставили конкретную цель, о которой я говорила, то обязательно ее поставьте и определите ту стратегию, которая приведет к этому. Распишите, как должна выглядеть ваша структура будущего. Нам очень много таких, знаете как, берете большой плакат, берете старые обои и просто рисуете. Вот просто рисуете, прописываете цифры, количественно, какие квалификации, сколько в первой линии, сколько во второй, сколько в десятой. Только тогда вы сможете действительно для себя определить, какая структура будущего даст вам те доходы, которые могут привести вас к высочайшим результатам. И именно решение ваших желаний и ваших целей. Потому что компания Фаберлик дает все возможности. У вас, знаете как, когда вы говорите «хочу», компания Фаберлик отвечает «слушаю и повинуюсь, как джин». Ваша задача только делать, только распланировать и только двигаться. Третье. Рассчитайте рост своего дохода, глядя на план структуры. Почему я прошу именно рассчитать? Когда Светлана Заволухина много времени назад, когда я плакала, хотела уйти из компании, сказала мне фразу «подсчитай, сколько тебе нужно денег и распредели ее по структуре, которую ты хочешь вырасти». Когда я написала, сколько я хочу денег, ну, когда я начала рисовать картинку своей структуры по тем людям, которые у меня были в структуре, я поняла, что с таким построением структуры то количество денег я не заработаю никогда. А тогда план у меня стоял всего 10 тысяч. На то время мне казалось, что это запредельно. Тогда я нарисовала тот план, который дал бы мне конкретные сроки, те деньги, которые я хочу потратить на определенные результаты. Сейчас я постоянно этим занимаюсь и постоянно ращу не только структуру, но всегда рассчитываю свой доход от структуры. И всегда смотрю, растут у меня лидеры, начинают они подниматься, новых квалификаций достигают. Я радуюсь за них, я дарю им подарки. Но я понимаю, у меня из моей личной группы ушло определенное количество баллов, поэтому я пополняю новыми лидерами, новыми целевыми группами и новыми новичками этот пробел. Поэтому вот здесь очень важно найти вот этот баланс. Меняйте местоположение и объемы лидеров и консультантов до тех пор, пока не увидите идеальную картину. Продумайте, какими методами и действиями вы можете это реализовать. Их огромное множество. Вот знаете, есть люди, которые приходят только в компанию, ничего не знают о сетевом, но настолько надо, что они просто, вот как, я ни по-другому сказать не могу, они прут как танки, потому что им это надо. Если вы не прете как танк, значит вам это не надо. Значит вы не поняли, для чего вам это надо. Продумайте так, пропишите бизнес-план движения в цифрах и во времени и разбите его на этапы. Давайте посмотрим, какие этапы существуют, я уже заканчиваю. В прошлый раз Светлана сказала, поделите слона на части и ешьте его детально. Я смеялась и вот такую вам картинку нарисовала. Этапы достижения. Берем свои цели на 2-3 года. Разбиваем цели на годовые. Что каждый год? Разбиваем цели на полугодовые. Разбиваем их на месячные цели. И потом на ежедневные действия. Это очень важный фактор. Тогда вам не будет страшно, что с вами будет через 3 года. Вам не будет страшно, сколько вам нужно сделать. Потому что у вас будет прописан каждый этап, каждодневного движения, каждодневных вложений в развитие своего будущего. И обязательно запомните, запомните момент этот. Время это самый главный ресурс для достижения вашего успеха. Если вы будете тратить время пустую, то тогда и результатов не будет. Поэтому уже сегодня определите свою стратегию развития. Какие структуры будут в вашей структуре. И каких вы высоких результатов достигнете. Могу сказать одно слово. Самая высокая квалификация в компании Фаберлик, это квалификация генеральный партнер. Генеральный партнер это 32 директора. Из них 30 бриллиантовых структур. Всего 32. И когда вы достигнете этой квалификации, а там очень много этапов, очень много бонусов, то только за эту квалификацию вы будете получать 18 раз в год, каждые 3 недели. Более 2 миллионов рублей только за структуру. И 55 миллионов рублей это бонус за квалификацию генерального партнера. Это только за одну квалификацию. А сколько еще бонусов и доходов вы можете получить за это время. Поэтому выбор за вами зависит только от вас. Куда и зачем вы будете двигаться.